онлайн с екатеринбургом ух горячо было юрмала не было ни разу киев обожаю вас так такой красивый город как все это больно все что происходит к это какая-то сюрреализм какой-то омск москва в москве москве буду шестого седьмого седьмого еще одно место наличку есть барнаул лати кавказ блаути кавказе очень красиво с именинцы спасибо краснодар бывало кавказ одесса не да не было в одессе конечно самара была рязань не было добрый вечер вы как-то говорили что-то про туман можно подробнее тоже хожу в тумане понимаю что это нужно и на проводник разворачивайтесь в него и дружить с ним скажи скажите давай поговорим нидерланды огонь не было ганновер германия латвия мне не остановиться как как круто слушайте что мы можем тогда спасибо петербург полина привет полина у нас полина вчера была вторая сессия как поживаете полина расскажите нам пока мы тут собираемся как в этом жила после вас меня была вторая личка двухчасовая продолжение вашей истории франция минск беларусь минске было семинаром самара и привет ну что поехали потихонечку знаете скажу вам так немножко не то с чего хотела начну когда ты находишь себя даже самые сложные ситуации у тебя есть сила чтобы их прожить экологично для всех не только для себя о чем сегодня эфир давайте сначала так проработала болезнь после исцелений процессе я давайте так поставьте плюсики тот кто был на открытой медитации в поиске своего истинного я болезни меня как будто выключили уже три недели нет энергии надо смотреть индивидуально не могу так вам сказать спасибо потому что понедельник мы будем продолжать эту работу и очень хотелось бы что все кто пойдут в понедельник в продолжение успели бы пройти первую часть на скажите мне тот кто планирует пойти в понедельник уже до подключился зарегистрировался если среди вас такие кто не смотрел первую часть не делал эту медитацию помашите мне ручкой если вы эту плане уже точно идете в понедельник ну или в записи во вторую часть а первую часть не проходили она сохранена в виде эфира чудесно провела вечер с сыном сегодня открылись друг другу обнялись и до в жизнь полных он из благодарности к вам спасибо полин да очень крутые работы с вами личные да народ если вы идете в понедельник пожалуйста успейте пройти первую часть вам надо успеть ее пройти запланировать часок времени потому что мы будем нырять еще глубже давайте я после этого эфира ссылку поставлю ладно на первую часть о чем сегодняшний эфир все мои эфиры они на отклике что грузится какая-то информация чаще всего очень актуальная каким-то предстоящим событиям и напомню кстати в конце эфира я вам расскажу одну волшебную историю просто волшебную историю ладно что у меня произошло какая поднялась волна очень много очень много ваших комментариев после первой медитации о том что вы пройдя медитацию не понимать что происходит мы избав там работали с разными ролями базами там дочка мама жена и так далее у вас происходили разные невероятные вещи но энное количество вас после этой медитации стали воспринимать условно но для себя негативно происходящие с вами события и состояние как внутри медитации так и после до тяжелое состояние что происходит значит хочу чтобы точно понимали что происходит и что предстоит происходить предстоит произойти когда вы избавляетесь от ролей медитации это не значит что вы избавляетесь от них от них жизни это точно не значит что они вам не подходят это точно не значит что они для вас разрушающие точно если вам после снятия ролей стало круто красиво невероятные фантомы какие-то чудесные состояния или наоборот стало плохо смотрите с чем я буду с вами работать любые отношения любые отношения мамы с дочерью с родителями с мужем с женой любые отношения внутри отношений например отношения со страхом состояниями отношения с завистью отношения с ожиданиями да то есть мы во второй части пойдем прям глубоко готовьтесь более филигранные вещи они могут и должны быть в вашей жизни тогда когда это действительно органично здраво проявлено в виде вашей из к сожалению и тогда эти отношения проявляются наилучшим наивысшим красивейшим образом принося вам удовлетворение и тем кто участвует в этих отношениях и не просто удовлетворение они проявляются тем результатом который эффективен и здрав для для окружающей среды но к сожалению очень часто почти всегда есть та или иная деструктивно патологическая часть в той или иной степени от одного процента до 100 внутри отношений или же отношения либо с людьми либо с состояниями то есть даже со страхом отношения мог быть здравыми к сожалению патология очень высока и очень часто бывает зашкаливающим и тогда проходя через медитацию у вас возникают разные варианты проявлений вас может возникает паника уныние страх нежелание расставаться с этими ролями потому что это проявление созависимости вместо того чтобы прорабатывать проявлять любовь например в отношении с детьми часто проявляется созависимость с мужем с друзьями с работниками да и в таком случае когда мы избавляясь от этих патологических то есть мы во время медитации не избавляемся от ролей я провожу вас через избавление от патологической части внутри этих отношений и тогда когда вы от них избавляетесь если у вас большая здоровая часть то вам становится хорошо легко классно здорово если у вас большая патологическая часть и высок высокий уровень созависимости или высокий уровень кармических проработок то у вас возникает условно негативные состояния эмоции и восприятия я понятно объясняю сейчас что очень важно чтобы вы поняли для меня важно чтобы вы очень поняли когда человек себя самого вообще не знает к сожалению практически нету вариантов кроме как про 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 появление патологических факторов тех во всех этих отношениях к сожалению это так а человек себя не знает это главная часть моего эфира вот сейчас хочу чтобы прям меня послушали вы все тут со мной внимательно всем интересно я смотрю там кто-то приходит уходит человек в чем прикол почему человеку нужен проводник почему человеку для того чтобы получить какие-то знания какие-то состояния часто нужен проводник и про и проводить прозрачный проводник который не тащит на вас свое а просто насквозь проводит ту энергию ту силу а те ту систему которая способна вас избавить от этих патологических связей потому что человек почему вот он часто играет я там хочу найти какое-то свое призвание там я хочу это хочу это хочу это хочу это не видит проблему почему он сам не может никак выбраться из этой истории потому что человек все это считает собой понимаете пока человек находится в патологической какой-то истории деструктивным болезненный он это считает собой он не способен отличить эго от любви к себе потому что у него нет понимания что у него нет опыта что такое любовь к себе для него вот это состояние этот его проживание жизни это его единственная реальность у него другой реальности нет потому что если бы у него была бы другая реальность этой бы уже не было бы если бы вы в своей жизни почувствовали бы хоть раз как состояние глубокое искренне любовь безотносительную к себе вам потом не пришлось бы прибегать к помощи специалисты чтобы избавиться от проявлений других проявлений нездоровой казалось бы любви у вас был бы уже опыт и маркер вы бы знали бы что это шизофрения а истина вот это но человек не может не считать это своей реальностью потому что это единственное что у него есть когда человеку говоришь например что ты знаешь вот ты так себя ведешь потому что вот это кусочек шизофрении он не в состоянии сам это индифицировать в лучшем случае если он поверит тебе как специалисту у меня была недавно там работа перед новым годом я как уже специалист как бы человек прошаренный обучены многим вещам понимала что в моих там отношениях личных с мужчиной происходит какая-то хрень которая дисфункциональна но я не могла от нее избавиться более того я не могла ее вычленить я понимала что что со мной происходит дисфункциональная вещь потому что я научена выявлять проявление дисфункции но я не способна была ее самоиндифицировать и вытащить потому что я считала это собой я искренне считала что это мои искренние чувства что это мое искреннее восприятие что это проявление моей души проявление моих настроек проявлений меня, как Ани Саркисян. Потому что другого я знать не могла. Если бы у меня не было этого куска шизофрении, если бы я от него когда-нибудь бы избавилась, то я смогла бы сравнить, я могла бы почувствовать разницу. Как, например, человек с плохим зрением. Какой пример? Ну, например, слепой человек. Нет, сейчас какой-то хороший пример, чтобы сразу понять. Вам понятно, о чем? Сейчас, подождите. Например, раньше я считала, что... Я была на этом зациклена. Что дети должны... Могут вырасти счастливыми, без дикой боли внутри, только в полноценной семье, где есть мама и папа. Я готова была смириться тем, что мои дети не растут. Ну, ты что смириться? Я понимала, что бывает по-разному. Я находила себе какие-то объяснения. Тра-та-та. Но у меня внутри была установка. И только при реализации этого сценария я испытывала счастье. Все остальное время я чувствовала боль. Но вынуждена как бы жить в каких-то условиях, когда дети растут не в полной семье. Но я испытывала боль. И когда мне говорили, Аня, это всего лишь залипание. Это всего лишь твой паттерн. Это всего лишь твоя болезненная, патологическая, как бы, залипание. Я говорила, не-не-не, вы просто не понимаете. Я так создана. У меня такая природа. Я могу быть счастлива только так. Вы мне вот про эти ваши европейские штучки не рассказываете. Я говорю, вы понимаете, это вы так считаете. А мне нужно так. Я понимаю, что так сейчас у меня нету. Но мне нужно так, и только так я могу быть счастлива. Все. Пока из меня не вытащили вот эту установку, которая жиждилась на определенных вещах, был запущен определенный механизм, я считала это искренне собой, куском себя, частью себя. Я считала, что я, Аня Саркисян, вот такая. Понимаете? Я не просто не видела эту проблему. Я не считала это проблемой. Я считала это своими ценностями. Я считала, что другие просто не обладают этой ценностью. Для них это не так важно. Они готовы менять мужчин, готовы менять мужей. Они готовы смотреть безразлично, что дети растут без отца. Я считала это своей ценностью, поэтому держалась за это в сто раз сильнее. И только когда из меня эту штуку вытащили, только тогда я стала спокойно говорить о том, что ну вообще для здорового ребенка, конечно, хорошо, когда мама и папа. Ну это, блин, вообще ни разу не значит, что мои дети не способны вырасти полноценными, сопостроить полноценную семью, вырасти с полноценной психикой, не быть ранеными вдоль и поперек. То есть я сейчас абсолютно искренне так считаю, понимаете? Поэтому когда человек, проходя через эту медитацию, которая – это моя авторская техника, отработанная много раз на себе и вообще, и с другими людьми, когда человек избавляется от патологической созависимости с теми или иными ролями, там, мама, дочка, сестра, там, и так далее, или с патологическими созависимостями, с теми или иными эмоциями, например, там, страх, возжелание, тревожность. Вот, кстати, хороший пример. Я говорю, понимаете, что вы тревожная мама, там, одна женщина. Она говорит, я не тревожная мама, я просто хорошая мама. У меня абсолютно объективная тревога за своего ребенка, потому что мне не все равно, что он может там пойти, его может кто-то украсть, там, изнасиловать, там, и так далее. Я говорю, не-не-не, это ваша больная психика вам говорит о том, что она тревожится на эту тему. Это неадекватная, не объективная тревога. Она говорит, нет, это вы просто халатно относитесь, а я хорошая мама. И она считает себя, это частью себя самой. Вот прямо это очень важный кусок этого эфира. И это очень важно, чтобы вы поняли перед тем, как вы пойдете со мной в медитацию. Вы искренне считаете все, что в вас есть сейчас, собой. Поэтому так тяжело расставаться с некоторыми вещами. Я хочу что сказать. Очень многие пишут, говорят, Таня, что вот теперь получается, мне не нужен этот муж, мне не нужны эти дети, мне не нужна роль мамы, мне все это навязано, это все не мое. Нет. Более того, когда уходят эти патологические паттерны, установки, проработки, кармические узлы, у вас не уходят эти роли. Они становятся фундаментально другими. Понимаете? Приведу пример. Отношения, в которых я считывала, что что-то со мной не так, считывала, потому что боль в любви, даже если она не случается так, как тебе хотелось бы, и происходят факторы, которые могут приносить тебе боль, любовь не должна приносить, все что угодно, любовь, отношения, не должна приносить непереносимую боль. В принципе, не должна приносить боль. Может быть, грустно, печально, ты можешь скучать, но она не должна приносить тебе разрушающие ощущения. Даже если ты не можешь быть с этим любимым человеком, если он тебя не принимает, он тебя не выбирает, или он тебя выбирает, но не может с тобой быть. То есть есть какие-то факторы. Боли не должно быть, которые тебя разрушают. Так же, как если ребенок лежит в реанимации, искромс, вот София, она лежала, потом вся изрезанная, она была просто, ее искромсали все. И я тогда понимала и думала, что это естество, это нормально, естественно, до такой степени, что мне невыносимо больно на это смотреть. Я истекала кровью. Я изнутри истекала кровью. Понимаете, у меня было ощущение, знаете, что я как губка вся, не то чтобы пропитываюсь, а как губка из меня кровь течет. Вот было такое ощущение от боли. Сейчас я понимаю прекрасно, что это не естественная реакция любящей матери. Это болезненные проявления больной психики. Сейчас я бы переживала бы, мне было бы не все равно. Я бы, конечно бы, не была бы такая, ну, судьба у ребенка такая, но были бы абсолютно другие ощущения. Я бы старалась бы дать свою любовь, заботу, там, не знаю, молитву, чтобы помочь человеку, поддержать ее. Но это были бы совсем другие эмоции. И это я не из пустого говорю. Потому что после серьезнейшей проработки ситуации с Израилем, Софийной, да, извините, что я каждый раз к этому возвращаюсь, но это был хороший пример. Через полгода случилась еще одна ее операция уже в другой клинике. И я никогда не забуду разность своих эмоций, потому что за это время я очень серьезную работу провела с своей психикой. Понимаете? Люди приходят ко мне на личные консультации, и я говорю, я даже не хочу слушать вашу историю из жизни. Не рассказывать, они не имеют никакого значения. Вообще практически никогда никакого. Имеет значение, что там у вас внутри. С этим разберешься, и потом будем смотреть, что останется. Так и тут, разобравшись со своими патологическими проявлениями в этих отношениях, ролями, отношениями, состояниями, вы не избавляетесь от этих ролей, не избавляетесь от отношений. Они просто становятся здравыми. И когда у меня убрали этот кусок шизофрении, случилась пауза. Моя, да, пространство дало мне полную паузу в отношениях с человеком. Потом вернула отношения вообще в другом же русле. И несмотря на то, что это не то, чего бы я бы хотела бы, природа внутренняя моя и в наших отношениях с человеком фундаментально другая. При условии, что это, ну, как бы, тех отношений, которые я хотела бы, нет. Но природа совсем другая. У меня настолько... У меня этот человек там говорит, например, да, там, какие-то вещи. А у меня внутри ни одной кровинушки, ни одной слезинки, ничего. меня сегодня подруга спрашивает. Мы что-то вот едем. Я говорю, ты знаешь, говорю, ну, я прямо очень чувствую людей, особенно тех, кто мне близок. Я говорю, я прям кровью всей, не знаю, клеткой, мембранами своей кожи чувствую, как человек скучает. Он говорит, а ты? Я говорю, я очень, очень. Но меня это вообще не разрушает. Более того, это придает мне много-много сил. Потому что здравое проявление чувств, а чувства всегда от Бога, они всегда дают тебе силы. А патологические проявления, они тебя всегда обесточивают. Давайте, какие у вас есть вопросы? Я, конечно, предвкушаю понедельник. И лагерь предвкушаю в мае. А как понять, что все-таки можно назвать патологическим? Признаки патологии. Я не могу вам дать курс базовой психологии и продвинутой психологии, которой я обучена. И практика, и все. Если одним словом, то я вам сейчас все рассказала. У вас не должно быть разрушающих состояний. Если у вас есть разрушающие состояния, то значит есть наличие патологии. Не вставляться ни во что, что вы имеете в виду? Как вообще вам все, что я вам сейчас рассказала? Я вам сейчас прям чашу Грааля вручила. Вы это поняли, народ? Поняли ли вы? Ценность того, что я вам рассказала, доходит до вас? Скажите мне. Потому что если не доходит, то я вам догружу еще одну крутую штуку. Хотите сейчас вам мысль на взрослая подумать? не считать отношения с собой неправильно. Не считать с собой то, в чем вы уверены, что это вы. Сначала найти себя. я сохраню эфир. Что есть я? Будем разбираться на медитации. Да. Ой, я забываю каждый раз, что не видны комментарии, когда в записи идет эфир. Очень интересно, и даже страшно, что живем с этим. Не надо пугаться. Конечно, да, да, да. Не дошло. Хотим еще, хотим рассказать о вашей инстанции, о которой просила напомнить в начале эфира. На сегодня не буду, наверное, продолжать очень-очень серьезную тему. Последнее время она звучит в моем пространстве, на всех личках. Анна, не знаю, связанная ли это с медитацией. Первый на усы на 6 месяцев на грудном диарее. Сорбинта не помогает. При этом всем я понимаю, что у меня связь с телом почти нуль не. Может ли через него проходить. Сколько дней диареи? Дети, проводники в той или иной степени всегда. Но если ребенок проводит что-то ваше после каких-то медитаций, то, как правило, это сутки-двое. Да? Все-таки надо не забывать, что у них есть и своя какая-то история. Она может быть чисто органической. Волшебная история. В последнее время их очень много, но я хочу одно рассказать. В конце декабря у меня была одна встреча, личная сессия с человеком. И я сижу, читая его поле, говорю, ты знаешь, у тебя до конца этого года есть возможность, в пространстве есть огромное количество возможностей. Что делаю я на личках еще, да? Например, чем отличается от колдовства? Я никогда не создаю ситуации. Я никогда не удовлетворяю запросы человека. Я смотрю поле, вижу, какие есть варианты, какие есть возможности, и убираю все, что мешает. Мешает в пространстве, мешает у человека в виде его установок, мешает в виде его паттернов, мешает в виде кармических узлов, либо в виде узлов прошлых жизней. И когда я все это защищаю, тогда у человека есть возможность прожить тот сценарий, который наилучший для него. Конечно, от него будет зависеть, если он не будет сопротивляться, сливать или делать какие-то какашки. Если же я все убираю и вижу, что... То есть я могу все убрать, но я не могу подыграть ситуацию. Если ситуации не его, ему туда идти не надо, там сколько ни работы, и как бы не случится в его жизни. А кто занимается черной магией, они складывают ситуативный событийный ряд, но ты потом за это дорого платишь. Так вот, я человеку говорю, у тебя, говорю, есть возможность до конца этого года получить очень серьезное повышение по работе. Говорю, расскажи, говорю, мне подробнее, я знала, где он работает. Говорю, как звучит должность, с которой вот ты бы вот прям вау. Он называет эту должность. Я говорю, да, реально, реально, к концу следующего года. Он говорит, Саргизян, ты не понимаешь, с чем ты говоришь. Ну реально, ты не понимаешь, с чем ты говоришь. Это невозможно. Это просто невозможно. Это даже при самом каком-то фантастическом раскладе, минимум года два, какой-то вообще просто супер лакшери, удачливая ситуация. Я говорю, нет, это ты не понимаешь. К концу года реально, абсолютно. Но, говорю, есть промежуточная должность какая-то? Он говорит, да, там, типа, есть промежуточная должность. Говорю, а она вообще близка, если ты захочешь. Он говорит, это невозможно. Ты не понимаешь, это невозможно. Там человек на этой должности, там все. Ну, как бы это невозможно. Я говорю, нет, это ты не понимаешь. Говорю, хочешь, я уберу все, что мешает, но мне нужно, как обычно, я пространство спрашиваю, я спрашиваю разрешение, пространство его надо ли ему там быть получая разрешение одобрения я спрашиваю себя хочу и могу ли я эту работу сделать получаю одобрение но главное это воля души человека самое святое я грудь твоя воля должна быть если ты будешь сопротивляться сомневаться ничего не случится ну вот как ирну блин ну ты с равно то ты сидишь блин с сохраненской ведьмы рядом она те горе что это можно давай попробуем счет и слышь у него такого такой прям мужик мужиком как это женщин будет что ты слышу ладно ладно я сам так всегда делаю своими подчиненными я понял поняла ну давай точно точно ладно давай правда гонка ну ладно я кружусь подключаясь всего его фантом как это нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-так давай-ка еще еще раз ты точно готов будет а ладно все точно смотри у фантом позволяет все я делаю не проверить на днях он мне звонит горит циркеси а потом как-то прошло время учета ягри знаешь что-то я наверно сомневался нет на никаких видим все это хрень собачья ягру и я все что я сделал для тебя у нас было много с ним работы он говорит ну вот что-то я начал сомневаться знаете на днях не горит циркесиан мне вчера назначили на эту должность случилась цепь абсолютно невероятных событий которые просто не могли воедино сложиться как-то вот так но они сложились и меня назначили на эту должность я ну как не веришь больше ведь он горит ведь мне это тебя верю я посетил группу слушай игры подождите сейчас что-то влезет к эта информация ныряю все я будет так подожди и так у тебя горит та которая должность должна быть концу года она передвинулась она ближе то есть она где-то вообще там концу осенью это невозможно готовить но это просто невозможно херпа же опять опять невозможно ну вот же ты же уже сидишь на этой должности прошло февраль меньше двух месяцев представляете с нашего того с нашей встречи конец декабря будет невозможно и это опять подожди грунтю грунт залезть посмотреть тебя я залезаю гружусь перед ним стоит огроменная возможность я вижу слова которые там федеральное министерство федеральное министерство все я будто все про федерала министерство группа а его фантом нет 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 вот так прямо так вот нет 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 вот так забавно это чё творишь ты где-то еще охренел говорит у тебя такая возможность гортый нужен миру вот там очень великая душа там очень великая душа и очень-очень-очень нужная для исполнения очень великих дел. Я говорю, ты с хера ли вот это все делаешь? Говорю, я не понимаю. Он говорит, ты это не понимаешь. Я на этой должности. Я на ней не выдержу. Я без пяти минут меня поставили, потому что вариантов не было, но это не факт, что я выдержу. Я говорю, слушай, ты же уже взрослый человек. Ты же уже видишь, как это работает. Представляете, это к чему я? К тому, что... К чему я сейчас? Понимать вам это, может быть, можно, но как это все применять? Я же говорю. Прямо в самые души слова. Очень люблю вас. Спасибо. Я же вам говорю. Знания надо получать напрямую. От учителя, от проводника. Эти знания должны быть как опыт проживания. Почему я использую медитацию? Или использую игру Лилу? Или использую личную терапию? Я гружу то, что у вас нет. Или вы ходите на расстановки, или еще что-то. И когда это появляется, оно начинает прорастать и проявляться. Если вы не обладаете, не научены всем этим техникам, то, конечно, тяжело. Но в чем моя ценность, как я это себе вижу? Я заинтересована в вашей независимости. Те медитации, которые я вам даю, вы потом берете и делаете сами. Дочищаете слой за слоем. Дочищаете все эти патологические вещи. Просто то, что я вам объясняю, не даст вам использовать это неверно. Не даст вам не воспользоваться тем эффектом, результатом, который будет. Поэтому я вам объясняю, почему такое негативное восприятие после медитации. Почему так? Я давала вам вебинар тела. Кстати, вы получите в подарок пару очень классных моментов. Кто будет участвовать в понедельник, если вы зарегистрировались, смотрите внимательно. Вам на почту приходит крутейшая информация, которой нигде нет. Которая позволит вам правильно это воспринимать. И вы будете дальше воспользоваться этим как знанием. Понимаете? Вам не нужна будет всю жизнь Саркисян вообще ни разу. Я не заинтересована в этом. Я не хочу бесконечно лечить одних и тех же людей. Я хочу дальше идти, потому что мир огромен. Я хочу жить в здоровом мире. А если все мои эмоции патологичны, я страдаю 80% времени и от всего. Ну, приходите на медитацию. Так как же это сделать, кроме йоги и медитации? Слушай, я делюсь теми методами, которыми я обучена. Йога, медитация, разные техники психотерапии, там, те же расстановки. Та же игролила оказалась. Ну, просто какой-то бомбой. Реально, не просто так я и занимаюсь. Не знаю, чем эфир, только присоединяемся. А не как приключиться с тревожной стрессовой ситуацией на другой здравый лад. Не преувеличить и не впадать в истерию, не впадать в разрушающее состояние. Научиться наблюдать. Как за один эфир все объяснить? Вам надо научиться к любой стрессовой ситуации относиться как к точке роста, как к возможности. Посмотреть, что вам эта стрессовая ситуация показывает. Где ваши слабые точки? Усилив, разобрав, вылечив которые, вы сможете в следующий раз на подобную ситуацию реагировать фундаментально иначе. А не искать причину вовне. В людях, в их поведении, что я сделал не так, что оно сделал не так. Это, кстати, тоже вот хорошая тема. Почему в этих всех ролях так столько патологий? Человек, не понимая, что он есть сам, из себя представляет, он пытается найти объяснение вовне. Он так сказал, я так сказал, он так сделал, он так поступил, а вот у меня начальник так поступил, а вот муж так вот это все. Понимаете, это не работает. Ну не работает. Причина не вовне. Как отличить в себе моё и не моё? Приходите на медитацию. Как я могу вам сейчас так сказать? Всё практически не мы, всё есть в проекции программы, но давайте не обобщать. Я есть я. Почему не сохраняете доступ к медитации? Как же не сохраняю? Сохраняю просто не навечно. А я не хочу, чтобы было обесценивание. Когда человеку говоришь, ограничение три месяца, он выучивает эту медитацию, начинает её практиковать, проявлять её, и тогда она становится частью его знаний. Когда говоришь, он на год останется, на всю жизнь останется, человек забрасывает и ничего не делает. Я в этом не заинтересована. Ну, казалось бы, да что плохого? Ну, уже всё продала, заработала. Ну, ребята, вся деятельность Инстаграма, это не та деятельность, на которой я зарабатываю. Открою вам секрет. Это не те деньги, на которые я летаю, на хорошие курорты, езжу на дорогой машине. Ну, это же просто смешно. Практически все деньги, которые зарабатывают в Инстаграм, в Инстаграм, и уходят. Поэтому я заинтересована в результате. Это моя карма. Почему не зависает всё хорошо? Перезайдите, зависает эфир. Нет, ни у кого, не у всех зависает. Разве возможно, совпадение от сильнейшей деструкции в психике, если это уже как образ жизни? Конечно. Ну, я, я, я живой пример. Вот, последний раз мои психотерапевты сказали, вот пример того, как выглядит выздоровевший клиент. Обладает такими способностями. круто. Чем-то больше таких людей, тем лучше. Игра лилов онлайн может, будет, будет. Если получается получать знания не от проводника, а прямо из источника. Хорошо. Только перепроверяйтесь. У меня столько инсайтов. Слово благослужения теперь для меня. Держать свои частоты на сайте, приходить своим полем. Да, 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 хорошо. Аскезо держать себе. Ну, кстати, так. Завтра будет Лила в СПБ, кстати, ну, там сразу все закрыло. Игра Лила будет онлайн, да, обязательно. Да, я сохраню. В Москве Лила будет, ближайшая Лила в Москве 6 числа. Пишите в директ, кто очень сильно хочет, потому что там часть места уже занята среди тех, кто как-то узнал с Рафанной радио, и свои заняли место. Как понять, что ты из себя представляешь? Я же говорю, приходите на медитацию, Аня, вы крутая, прям спасибо. Не я крутая, а мне удается круто проводить божественные настройки. Вы, Скатя, не работаете уже. Где вы после ее учились? Да, Скатя, я уже не работаю. Где я училась? Ну, можно я это оставлю при себе? Ладно, а то я вот и говорю про своих вчителей, они потом чем-то недовольны. Надоело уже. Великая душа, это душа, которая прошла уже практически все стадии обучения, приходит для того, чтобы служить сюда. Как записаться на Лила? Пишите в директ. Так, народ, меня там ждут гости. Как на вторую медитацию зарегистрироваться с шапки профиля? Проходите регистрацию. Я пойду. У меня там гости. Я вас всех обнимаю. Я надеюсь, что я не очень сложным языком разговаривала. Я надеюсь, что мне удалось донести какую-то очень важную ценность. Можно приходить на медитацию, да? Если корона в легкой форме, можно. Даже если в тяжелой форме, можно. А еще очень много вопросов, почему нельзя варенье грудного скармливать. Потому что психика при очищении выделяет токсины, в том числе эти токсины органического характера идут через молоко к ребенку. Что за камень красивый такой? Это стекло. Мне дочка подарила. Моя старшая дочка подарила мне на день рождения младшей, Софийке. Посмотрите, как вот дети у меня. Крутые у меня, конечно. Душ ко мне приходят среди детей. Просто через детей просто офигенский. Все. Я ушла. Беременность с 14 до 30 недель можно. До 14 нельзя, потому что там все формируется. И после 30 не стоит провоцировать роды. Какими болями не пойму дочери? Я в любви. И это не про мужчину. Просто в любви. Хотя я бываю драконом, огнедощущим. Сегодня знаете, как попал. всем вокруг за непослушание. Как выбрать между двумя мужчин? Люблю обоих. Не любите ни одного. Значит, не любите ни одного. Простите. Это правда. Или одного любите, другого используете. Ну, скорее всего, не любите ни одного. Я попробовала. Не попробовала. Я поделила с вами волной, которая у меня внутри. Я не буду комментировать, причем больше не работаю с вами. Не буду комментировать и называть фамилии. Комментарии же не видны во время записи эфира. Поэтому я не буду комментировать, почему больше не работаю с ней. Ко всем отношусь с благодарностью. Ко всем, кто был на моем пути. Я поделилась волной, которая у меня внутри. Любви, благодарности, принятия, живого состояния. Бывая, прям рычу. С нетерпением жду завтра игру Лила в Питере. Шестого в Москве. Седьмого день для лички в Москве марта. И понедельник в медитации. Пятнадцать лет дочери сильные головные боли, давление высокое. Надо смотреть, смотреть шею, смотреть позвоночник. Смотреть, где-то есть и зажимы стоят, каптели какие-то. Надо смотреть. Все очень индивидуально. Все, пока-пока. Пока. Почему мне нажимается крестик? Почему меня не отпускает?